Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных и значимых трансферных слухах, связанных с российским футболом. И побеседуем о московском Спартаке, у которых возникла серьезная проблема на левом фланге. Айртон из команды уехал, отправился на родину. Новичок Классен пока что не особо впечатляет. Что касается возможного трансфера Горшкова из крыльев, он как-то, знаете, завис в воздухе, непонятно, будет этот переход или нет, и вот в результате левая бровка у Спартака остается просто открытой. Раньше хотя бы Ломовицкий был, который здесь ситуативно появлялся, но и его уже продали. И поэтому приходится использовать Мозеса, который все-таки на правом фланге намного лучше играет и чувствует себя увереннее, чем слева. И в том же самом матче против Локомотива мы видели, какова разница между Мозесом в качестве правого латераля на той позиции, которая ему привычна, и слева. Поэтому сейчас возникает все больше слухов о том, что Спартак ищет себе какие-то альтернативные варианты. Раз крылья не продают Горшкова или там не соглашаются на нужную цену, нужно искать какой-нибудь другого футболиста. Ну и тут появился вариант неподалеку, так скажем. Не смогли Самарского левого защитника подписать. Так вот, пожалуйста, Нижний Новгород. И очень интересный узбекский игрок Юлдошев, который вызывается в сборную, который показывает очень неплохой футбол в этом сезоне, и который в целом, мне кажется, может иметь и европейские перспективы. Тем более, что были слухи о том, что им заинтересован футбольный клуб Дженуа. Тот самый, где в свое время выступал Шумуродов, и вроде как итальянцы даже уже приобрели часть прав на этого футболиста. В общем, интересная ситуация, и давайте обсудим, сможет ли этот игрок усилить московский Спартак. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, давайте начнем с несомненных плюсов Юлдошева. Во-первых, это игрок, способный активно поддерживать атаку и обладающий широким наступательным инструментарием. У него есть скорость, напор, рывок, то есть в плане движения он очень хорош и может здесь заменить Айртона не только по позиции, но и по функционалу, может тоже много носиться вперед, открываться и так далее. При этом его атакующие подключения имеют определенный эффект. В этом сезоне голые две голевые передачи в его активе. Это, конечно, не так круто, как у Козлова на противоположном фланге обороны Нижнего, потому что Козлов там что-то невероятное творит в этом году в плане результативности. Но тоже неплохо. И в целом Юлдошев способен создавать моменты. У него есть удар, у него есть хороший навес, и у него есть, кстати, хорошая техника. В среднем у него 1,4 успешной обводки за встречу. Ну, на мой взгляд, для крайнего защитника это очень мощные цифры. И опять же, это поможет ему заменить того самого Айртона, потому что бразилец, ну, как и положено бразильцу, часто идет в обводку, много берет игру на себя. И вот здесь появление другого техничного защитника слева – это несомненный плюс. При этом Юлдошев молодой, 21 год, при этом он уже адаптирован к российскому чемпионату, знаком с нашим языком, у него не будет проблем в плане культурной и социальной адаптации, потому что в Москве узбеков, ну, не знаю, скажем так, очень много, поэтому найдет он, где плов поесть, с кем побеседовать. В этом плане Москва ему, наверное, даже будет ближе, чем Нижний Новгород, где все-таки не так много приезжих, как в столице. Поэтому с точки зрения адаптации он уже и в российском чемпионате свой, в Москве он будет чувствовать себя вдвойне своим. Также отметим, что, в принципе, мне кажется, Юлдошев, как игрок с такими атакующими талантами, он наверняка оценит то, что попадет в большую команду, которая стремится играть первым номером все-таки. Одно дело Нижний, которому часто приходится прижиматься к своей плане поля и держаться у своих ворот, другое дело Спартак, который так или иначе будет лезть вперед. Поэтому здесь Юлдошев окажется в своей стихии, и, разумеется, попадание в Спартак — это вызов, это шанс, это мотивация, это новый драйв и так далее. В общем, здесь мы видим достаточно серьезные бонусы и для футболиста, и для клуба. При этом Юлдошев достаточно хороший в обороне. В сумме, если брать перехваты и отборы, у него 3,6, так скажем, обезмячивания соперника за встречу, 2,1 отбора и 1,4 перехвата, если быть более точным. И это, ну, как бы круто. Это почти 4, получается, отбора мяча, суммарно перехваты и отборы, за встречу. Нормальная такая статистика, качественная. И здесь мы видим, что как боец, как такой, знаете, столб в обороне, он способен достаточно эффективно закрывать свою позицию. При этом, что, опять же, важно, он молод и способен прогрессировать. К нему вроде как есть интерес даже из Италии, и это может принести Спартаку определенный гешефт в будущем, если команда сможет раскрыть этого паренька и успешно продать его в зарубежный чемпионат. В общем и целом, получается, интересный футболист, скорее всего, за относительно небольшие деньги. Нижний брал Юлдошева за 250 тысяч, и не думаю, что он прям в 10 раз сейчас вырос в цене, и можно будет договориться за относительно небольшую сумму. В отличие от того самого Горшкова, который выступает в крыльях, и которым интересовался Спартак, и который, имея российский паспорт, имеет и особое значение ввиду все еще существующего лимита. И даже ввиду будущего лимита все равно выгодно иметь побольше российских игроков. Поэтому здесь договориться будет проще. Тем более, что вот если сравнивать Самару и Нижний Новгород, клубы, где сейчас Спартак пытается купить себе левого защитника, ну, согласитесь, в Нижнем купить будет проще. Потому что команда по-прежнему борется за выживание, не совсем понятно, что будет дальше. При этом самарцы, если говорить уже о крылышках, они продали нескольких своих футболистов и смогли так или иначе поправить финансовое положение. Поэтому сейчас, мне кажется, больше шансов подписать Юлдошева именно из Нижнего Новгорода. Ну, а то, что он с игровой точки зрения не подойдет, ну, вот, собственно, я об этом и говорил, я это и отмечал. Поэтому хотелось бы отметить, что Юлдошев универсальный игрок, что важно для Спартака, может действовать и слева, и справа, причем одинаково эффективно, может действовать и левым защитником, там, или правым в четверке футболистов обороны, а может выйти на позицию латераля в той схеме, которую сейчас использует Пауло Ваноли. Так что мы видим, что это игрок с очень высокими шансами на успех, на адаптацию к Спартаку, игрок, адаптированный к нашему футболу, футболист, который при этом показывал уже неплохие результаты в Нижнем, в команде, которая, ну, скажем так, удивила многих в этом сезоне под руководством Киржакова. Так или иначе, здесь достаточно много плюсов. Но есть, конечно, и минусы, и сомнения. Во-первых, ну, не то чтобы это какой-то расизм или еще что-то, но, согласитесь, недавно мы уже видели, как перспективный узбекский футболист переезжал из провинциального российского клуба в Спартак. Это был Астон Урунов. И чем это закончилось? Здесь, опять же, никакого нацизма, просто констатируем, что парень, который раньше выступал, ну, пускай и в большом городе, но провинциальном, типа Уфы или Нижнего, переехал в Москву, ну, и сами понимаете. Вспомните ту самую фотографию Астона Урунова, когда он перешел в Спартак, сразу побежал в ЦУМ покупать себе дорогие шмотки. Ну, будем надеяться, что Юлдошев, парень более адекватный и более скромный, может быть, и он не будет так себя вести и сосредоточиться на футболе, но, тем не менее, риск, конечно же, присутствует. Молодым парням порой срывает голову в столице, поэтому здесь пример того же самого Урунова может быть весьма показательным. Также хотелось бы отметить, что Юлдошев при всех своих атакующих плюсах допускает очень высокий процент брака в своих передачах. 25. Каждая четвертая передача в молоко. Да, кто-то скажет, что это связано с тем, что он много обостряет, и так оно и есть. Но, с другой стороны, Спартак — это команда комбинационная, и здесь привыкли, что процент ошибок в передачах все-таки пониже. А тут он как-то уж чересчур завышенный. Также хотелось бы отметить, что Юлдошев имеет проблемы с позиционным выбором. То есть, когда ты играешь против него один в один, его пройти тяжеловато. Но, с другой стороны, он очень часто забывает про свою позицию, очень часто закрывает не ту зону, которую нужно, и в результате очень часто ему за спину забегают соперники. Ну, та же самая проблема, которая, кстати, и с Айртоном была. Очень активный левый защитник, который порой забывает про оборону. Возможно, возможно, с набором опыта, когда он станет более матерым защитником, он исправит этот косяк. Но на данный момент Маймо Тешо Маймо. Есть такой нюанс в его игре. Также хотелось бы отметить, что периодически Юлдошеву бывает свойственен такой индивидуализм, желание слишком уж много брать на себя, идти один в один против всей команды соперника. В общем, парень периодически заигрывается. И это приводит к тому, что, да, с одной стороны, он часто обводит соперника, но, с другой стороны, процент успешных обводок у него не такой высокий. То есть он очень часто лезет один в один, и бывает проходит оппонент, а бывает и не проходит. Много у него здесь тоже, так скажем, брака. При этом хотелось бы отмечить, что Юлдошев не особо высокий защитник, 171 сантиметр, и неудивительно, что он слабоватый и играет на втором этаже. У него очень низкие показатели по количеству выигранных верховых единоборств. Конечно, нельзя сказать, что это прям какая-то страшная трагедия для позиции крайнего защитника, но, тем не менее, опять же, этот нюанс следует отметить. Ну и следует отметить нюанс с легионерским статусом, потому что Узбекистан не входит в евразийское содружество, поэтому, в отличие от казахов и тех же самых киргизов, узбекские футболисты считаются легионерами. Да, конечно, в условиях нового лимита, который вводится в ближайшее время в России, это уже не так принципиально, и это не так принципиально, учитывая, что наши клубы вообще вряд ли смогут большое количество легионеров подцепить в ближайшее время, но, тем не менее, хотелось бы отметить вот такой вот нюанс. В общем, будем посмотреть, состоится этот трансфер или нет. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok